С 10 по 12 августа Всемирная конвенция 5G 2022 года пройдет в Харбине. Провинция Хэлунзян придает большое значение развитию цифровой экономики. В настоящее время технология 5G широко используется здесь во многих областях. Шанголиан, крестьян из села Циньдя района Бэйлин, города Суихуа, в этом году посадили поливной рис на площадь 10 гектаров. По сравнению с прошлым годом, выращивание риса стал более легким этим летом. Секретные оружия – интеллектуальная система управления сельскохозяйственным процессом, которая находится в его мобильнике. Как на полях растут зерновые, хорошо или нет, когда нужно удобрять, а также как контролировать степень кущения и рождения, все это можно увидеть в телефоне. Проект BG Plus умное сельское хозяйство, имеющий цель реализовать интеллектуальное управление и контроль над сельскохозяйственным производством, основанное на 5G обращениях в исчезрениях, порешениях данных, интернете вещей, искусственном индиректе и других технологиях, в соответствии с потребностями выращивания и производства поривного риса. На этой платформе действуют три функциональные прирожения – интеллектуальный командный центр, крестьянское прирожение и мобильное прирожение. Благодаря этому весь сельскохозяйственный процесс, в том числе отбор семян, селекция, посадка, стал интеллектуальным и визуальным. Проект первой очереди севрового города Татин с общим объемом инвестиций 210 миллион юан был введен в эксплуатацию. Проект выключает в себя 11 интеллектуальных приложений, в том числе и командный центр объективного управления городом, интеллектуальные системы реагирования на чрезвычайные ситуации, интеллектуальные общественные безопасности и горячая линия административного управления. Благодаря объединению междуменных данных может быть реализовано всестороннее восприятие о работе в состоянии города, мониторинг городских операций и совместное управление. Таким образом, командный центр объективного управления городом стал мостком города. Провинция Хелундиан ускорит применение БИАДЖИ коммуникационной технологии, такие как оборотные веществления, искусственный интеллект и брокчин, которые широко используются во многих областях в промышленности, сельском хозяйстве, образовании, медицине, культуре и туризме. В этом году мы построили более 30 тысяч базовых станций БИАДЖИ, которые обеспечивают покрытие над поселками. Гигабитные оптические сети ботностью запущены в эксплуатацию в поселках. Мы будем прерагать больше усилий в образе сельского хозяйства, цифровой промышленности, науки, образования и культуры, содействуя их развитию. В соответствии с 45-летним планом экономического развития провинции Хэн-Лун-Диан и 13-ю ключевыми строительными проектами провинции Хэн-Лун-Диан, мы намерены сделать промышленные барки, пропускные пункты, нефтяное место рождения, Татинна, гидальскую первую корпорацию джиажёрового машиностроения и корпорацию Северной Босташи, примерной цифровой трансформации в образе промышленного производства в масштабах всей нации.